Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной рвануть в прекрасный мир живописи. И даже если вы ни разу не художник, даже если не держали кисть в руках и абсолютно на 100% уверены, что ничего кроме геометрических фигур не нарисуете, именно вас я приглашаю сегодня с собой. Кто ты, добрая волшебница, спросите вы? Я отвечу просто «май нейм из Лена». И да, я люблю и даже обожаю рисовать. И что я вовсе не профессиональный художник. И в школе по рисованию у меня было три. Но однажды я расслабилась, взяла краски дочери, лист бумаги и понесла из душа в рай. Творчество – это когда ты из чистого полотна создаешь нечто, новый мир, которого не было до тебя и который без тебя никогда бы не появился. Когда одолевает грусть, хандра, бывает и такое, я пишу картину. И все, что сидело глубоко внутри, все приобретает форму на холсте, становится видимым, осязаемым и даже понятным, тогда легчает. Когда радостно и весело, я тоже пишу, потому что переполняет. И в такие моменты, как правило, пишу цветы много разных. И даже тех, что в природе нет, только в моем воображении. Потому что они все прекрасны, все изумительны, абсолютно все без исключения. Иногда вдохновляю с другими авторами их работами. В общем, творчество – это чистейший, концентрированнейший кайф, о котором я бы никогда не узнала, если бы однажды, отложив все условности, внутренние ограничения, не села и нет. Не написала потрясающую работу. Нет, просто словила момент настоящего счастья от самого процесса. Я до сих пор помню его. Именно это послужило толчком для дальнейшего развития и творчества. Поэтому, друзья, я вас призываю искренне попробуйте. И смысл не в том, получится у вас или нет. Смысл – познать и ощутить новые, доселе неведанные по своему качеству эмоции, которые в повседневной гонке на выживание часто просто недоступны нам. Ведь вы никогда не знаете наверняка, что у вас, кто вы, пока вы не попробуете. Сегодня достаточно простая в исполнении картина. Она проста, но очень красива. Я вас зову с собой попробовать, испытать, ощутить. И как в старой доброй песне моего детства, сейчас будет акапелла. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш. Берите в руки карандаш. Поехали. Итак, друзья, начнем. Картина по мотивам Питера Дренсена «No one else». Все, что вам необходимо, есть в описании к видео. Итак, влажной кистью с водой необходимо слегка смощить холст. Затем тонким слоем наносим белую краску – белила. Далее легким движением наносим черную краску. Стараемся не переборщить с мерой краски. Если вы чувствуете, что краска очень густая, добавьте на кисть немножко воды. Помните, что акриловые краски достаточно быстро застывают, поэтому работать надо быстро. И если вы чувствуете, что краска немножко начинает застывать, вы всегда можете добавить немножко водички. Далее круглой кистью как бы вбиваем краску неравномерно, местами. Где-то краска становится серой от соприкосновения с черной, некоторые участки совсем белые. Мы намечаем световые теневые участки на ночном небе. Затем плоской кистью затираем, делая плавные-плавные переходы. Мы сейчас пишем ночное небо с высветленными участками от лунного света. Потом мы намечаем луну, где она у нас на ночном небе находится. Не переживайте, если вдруг вы там промахнулись с места, позже вы без труда можете ее сместить. Просто смешав вот темную краску со светлой, затереть аккуратненько. Но делать это надо тогда, когда краска еще не застыла. Потом мы с вами переходим к кустам и деревьям. Круглой кистью намечаем участки с густой растительностью. Смешиваем черный с белым. И вот такой слегка светло-светло-серый тоном намечаем деревья и кусты, как бы промакивая кистью. Потом берем черную краску, не смешивая ее ни с чем. Вот намечаем передний план тоже такими легкими промакивающими движениями. После этого мы также белилами оттеняем растительность, как бы прорисовываем игру света на ней, делая ее трехмерной и реалистичной. Следующий этап. Мы как бы растягиваем краску в нижней границе кустов и деревьев. Движение кистью вниз, затем в сторону. Легенько, без нажима, с наименьшим сопротивлением. Размываем границы, создавая эффект отражения в воде. Низ кустов прорабатываем темной краской, создавая теневые участки. Сразу же размываем границы земли и воды, создавая светотень на воде. Обязательно добавляем немного светлых участков. Смотрим далее, отходим немножечко, смотрим, где у нас пробелы. И еще раз прорабатываем свет и тень. И еще раз прорабатываем свет. И последний этап дерева. Кисточка тоненькая, двойка-единичка. Достаточно хорошо надо развести черную краску, чтобы она не была очень густой. Чтобы она легко кисть скользила. Не спешим, дышим и пишем тонкие веточки. Проходим по стволу белой краской, создавая эффект лунного света на стволе и ветвях. Берем круглую кисть и желтую краску. И легкими движениями намечаем крону. Постарайтесь, чтобы крона не была с четкими и ровными контурами. Деревья такими не бывают. Далее немного белого. Сверху сразу же по желтому. Не ждем даже пока краска застынет, высохнет. Сразу же добавляем белого. Как отблеск света от луны. Добавляем с той стороны, с которой стороны светит луна. Чтобы создать иллюзию лунного света. Вот он же не светит по всей кроне. Он светит с какой-то ее стороны. В процессе я решила, что луна у меня будет желтая. Мне показалось так красивее. Поэтому я ее делаю желтым цветом. Вы можете оставить белой. И в конце отражение кроны в воде. Точечно, слегка, слегка проходимся желтым. И потом легонечко затираем. Опять-таки густота краски должна быть очень умеренная. Совсем чуть-чуть. Добавляем немножко белью. И опять затираем. Сверху вниз, слева направо. Подводим кромочку воды тонкой белой линии. Смотрим еще раз на картину. Если где-то какие-то участки, которые вам не нравятся, мы их немножко прорабатываем. Чтобы картина имела законченный вид. В принципе готово. Я надеюсь, вам понравилось. И из белого безжизненного полотна вы создали свой мир, которого не было до вас. И который никогда бы без вас не появился. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok